центральная площадь города владивостока завтра день россии 12 июня сейчас на площади готовятся к этому дню и 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 большая россия мы сейчас здесь вот он владивосток дальний восток завтра день россии 12 июня и на центральной площади готовятся к этому дню прохладно немножко такое лето 20 22 22 фонтан будет работать здесь вот цветной памятник памятник интересно тоже приготовление увидеть сам праздник еще как к нему готовятся красавец площадь украшают молодой в в холодной бурген в здесь видимо концерт идет подготовка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Семнадцатого веков российское государство находилось под польско-литовской и шведской интервенциями. Захват поляками Москвы вызвало мощную патриотическую волну. Она поднялась в Нижнем Новгороде и поставила во главе народного ополчения князя Дмитрия Жарского и простого горожанина Кузьму Минина. Проявив недюжинные организаторские военные дарования, они добились освобождения столицы от иноземцев. Одна тысяча сто шестьдесят летия зарождения российской государственности. Восемьсот шестьдесят второй год. Историю изучаем. Точка отсчета российской государственности считается. Восемьсот шестьдесят второй год. Тогда произошло событие, получившее условное звание призвания варягов. Для того, чтобы прекратить междоусобицы, главы восточнославянских и угро-финских племен решили объединиться. Они призвали на княжение человека со стороны, не связанного с одним из местных кланов. Таким приглашенным правителем стал князь Рюрик. Он положил начало первой династии, которая правила страной более семи веков. Так все интересно. Восемьсот шестьдесят лет битвы при Малой-Малуге. Еще пятьсот семьдесят второй год. Битва. Крупное сражение, в котором русские войска разбили крымско-турецкую армию, несмотря на более чем двукратное численное превосходство. Армия хана Девлета первого гирия была обращена в бегство и понесла тяжелые потери. Победа битвы позволила России сохранить зависимость. Восемьсот стала поворотной точкой в противостоянии московского государства и крымского ханства. Но отказался от притязания и наказания. Астрахань потеряла большую часть своей мощи. 210 лет Бородинской битвы. 1812 год. Село Бородино стало местом встречи русской армии под командованием Кутузова с французскими войсками. Это было главной сражение Отечественной войны 1812 года. Армия Наполеона до этого дня не знала поражения. Однако русские войска одержали над ними победу. Дата сражения 8 сентября включается в России как день воинской славы. А ты сто лет со дня качали гражданской войны в Приморском крае. В 1922 году завершилась последняя крупная операция Катусанской войны. Осенью 1922 года Красная армия начала активное наступление в Приморье. Бойцы партизанские отряды взяли Спайск, разгромили белогвардейские силы под Никольску-Сурийским и вышли к Владивостоку. 25 октября 1922 года Красная армия вошла в город, освободив его от интервента, которые были выждены в спешке покинуть Приморье. Представляете? Здесь вот будем праздновать День России. Так вот, приготовились мы. Какая красота. Вечерний Владивосток. С вами изучаем историю. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...